Девочка? Да. Первая? Да. Первая. Три пивочки. Ну, ты пить такая хорошо. Накормили? Конечно. Молодцы. Молодец у нас. Вот так вот нас встречают с нашим пупсиком. Ну все, подходи, смотри. Ты не видел? Ты не видел? Саш, ты когда-то тоже был таким маленьким. Не бойся, посмотри. Саш, ты больше был. Прям девочка такая. Саш, ты не знай, что ты хочешь? И пою-вою. Мои небы, высокие сонки будут все за нас. Мои бабушки. Мои небы, высокие сонки будут все за нас. Мои бабушки. Ну что ж, ребят, мы приехали домой. Такая вот красота меня ждала дома. Гости. Ой, милый, теперь к нам будут постоянно приходить люди. Курьеры с ВБФ. Привыкай. Путирилочек мой. Малышка умница всю дорогу спала. Короче, передаю по наследству. Вот, пинетки. Это раз пинетки, это туфельки уже. Это туфельки твои первые, ты в них пошла. И шапочка. Твоя бабушка покупала, бабушка Надя. Вот я сохранила, ты во всем это выходила. Теперь вам передаю по наследству. Ладно. Как Гнаник маленький. Я говорю, Юля, говорю. Ну, все дети красивые, особенно свои красивые. Свои очень красивые. Идеальные. Это я точно знаю. Наша малышка тут лежит и даже кое-что подготовила. Когда она проснется, чтобы я могла быстро хоп-хоп-хоп. Если вдруг памперс поменять. Но, скорее всего, она проснется именно кушать. Сначала будем. Вот. Потом все, подробнее, получше посмотрим. С веечкой посисюкаемся. У нас тут такая движуха. А я сейчас буду есть голубь сил. Так, ребят, не знаю вообще, где я нашла в себе силы что-то поснимать. Я жутко устала. Не высыпаюсь вообще. В смысле, я вообще не спала. Не помню, куда я спала в последний раз. Наверное, не помню. Реально не помню. Короче, у нас закончилась тусочка такая. Нужно разобрать все штучки-дрючки, пока малыш спит. Но, правда, малыш спит ненадолго, потому что уже давно малыш спит. Я до сих пор ношу послеродовые трусишки, белье. Вот, конечно, это намного удобнее. Вот. Сейчас выглядит фигурой вот так. Я ходила в душ. И... Это было хорошо. Ну, в больнице в Рудове я тоже, конечно, ходила в душ. И вчера я ходила в душ и голову мыла. У меня что-то с давлением. И я думаю почему-то, что это именно из-за того, что я не сплю уже. Я не знаю, какие сутки. Мне назначили лекарства. У меня повышенное давление. Вот. Слава сейчас вошел в аптеку. И за кофе, который мне уже нельзя, так как вечер. За лекарствами. Так выглядит сейчас мой живот. Очень мягкий. Состояние, знаете, такое расхлебанное. Как будто бы меня трактор переехал. И, не знаю. Ну, короче, есть. Вот в этой части чувствую, что все такое, знаете, типа... Ну, как будто бы все твои органы, они просто в пустом мешке. И очень нужно какой-то утягивающий, не знаю, бандаж, белье. Короче, что-то такое обязательно надо. Там наш малышок. Такая ляля. Как я люблю. Вот. Я тут тоже уже все подготовила, постелила. Так что, пусть пить мой котенок. А я пока успею что-то сделать. Нужно разобрать сумку. Как же тут красиво, блин. Мне так грустно то, что у меня абсолютно нет сил в этой всей красоте как-то пофотографироваться. Ну, как-то, знаете, контентик поснимать. Просто реально нет сил. Вот. Поэтому сейчас я как-то аккуратно все раздвину. Убирать сильно не буду. Я надеюсь, что либо сегодня вечером, либо завтра мы что-нибудь все-таки пофотографируем. Потому что очень красиво. Я думаю, что точно сделаем. И с малышом сделаем. Вот. Фонтанчики вот эти супер. И вот эти вот. Как же это мило. Привет, ребята. Не обращайте внимания на мой нос. Я красилась и не докрасилась, потому что слышала какие-то вещания. Сейчас сядет эта хрень. Это нехорошо. Что я хотела бы рассказать. Сегодня 12 число. Я высыпаюсь ли? Да ну нет. Но на самом деле мне вообще пофиг на сон. Самое страшное это давление, которое у меня было 170. Все, ты просыпаешься? Или нет? Все, просыпаешься, да? Нет, она не просыпается. Она постоянно так делает. Она лежит, что-то крякает, начинает крутиться, вертеться. Я думаю, ну все, бегу. А она потом вот так вот берет и делает вот так вот. И, блядь, спит. Мой ангел, как я тебя люблю. Что хотелось бы сказать. Несмотря на то, что у меня высокое давление. Было. Сейчас мне хорошо, конечно, сейчас намного лучше. Высокое давление. Маленький малыш с беспокойным сном из-за того, что магнитные бури у нас дома. Порядок. Тут у нас видео. Это няня стоит. Малышка у нас спит в основном здесь. Вот. Также здесь. Ну, бывает, я ее перекладываю, кормлю. Но все-таки стараюсь ее класть в отдельную кроватку. И мне так спокойней, чтобы, ну знаете, распластаться на кровати. И ей тоже, я думаю, лучше так, чтобы она, ну, как бы привыкала. Вот. Ну, так, конечно, бывает, что спим вместе. Вот. Завтра будет неделя на этой крошке. Я ее так люблю не могу. В общем, удается ли содержать дом в чистоте и порядке? В целом, да. Не могу сказать, что прям вау-вау-вау. Вообще чистота, чистота. Но вот даже уже успела стирку сделать. Что-то, видите, уже достаю туда-сюда, кручу-верчу. Уже закрутить обратно успела. Тут у нас, конечно, ребенок вообще не лежит. Но на самом деле сейчас я ее сюда вообще не кладу, потому что у нас тут шарики. И я хочу с ними хоть как-то что-то пофотографироваться все-таки. Ну, так мило. Слава так старался. Хотел нас встретить красиво. Поэтому я сейчас крашусь и надеюсь, что сегодня мы сможем сделать какие-то совместные кадры. Поставим, может, штатив. Не знаю, расставим шарики. Возьмем нашу малышку на ручки. Конечно, эти фоточки, может быть, мы выставим позже. Ну, либо спрячем личико. В общем, просто так красиво. И, конечно, у нас есть видео, как все это было красиво, как нас Слава встретил, папочка наш. Но хочется сделать фотографии тоже. Вот. Я сижу там, крашусь. Тут у меня комп. Там у меня неспокойный малыш. Она спит, кстати, уже довольно-таки долго. И мне прям, можно сказать, повезло. Я столько всего успела, пока она спит. Но я точно знаю, что ей надо уже менять подгузник. Поэтому не знаю. Но я буду ждать, когда она сама проснется. Мне кажется, так правильней. Там у меня стирается белье. Сейчас туда ребенка, конечно, класть не очень. Как у нас тут обстоят дела? В основном пеленаем здесь. Тут у нас вот такая вот корзиночка со всем необходимым. Сменная одежда. Подгузники, салфетки, стерильные ваточки. Глазики протерять. Тут у нас тоже что-то. Вот, чем мы пользуемся чаще всего. И я на соски мажу. Вот это тоже мажу. Но вот это, мне кажется, штука более действенная. О, Господи, что ж такое там? Вот. Подмываем вот такой штучкой. Но не всегда. Иногда просто водой. Ну, чаще просто водой, чтобы мылом всяким не переусердствовать. Но я думаю, что хорошее это прям вот то, что для девочек. Гигиена. Вчера у нас было первое купание. Мы немножко волновались. Но я думаю, все прошло супер. Она уже должна просыпаться, конечно. И уже сдвинулась как креветочка. И сисю хочет. Сисю хочет, мой сладенький. Да, мой котик. Сисю мы просто обожаем. Все, ты просыпаешься, креветка моя? Хменькать будешь? Уже совсем в стенку въехала. Ой, девай, зай. Зайчонок. Воробушек мой. К нам сегодня приходили с детской поликлиники. Приходили, короче, к нам с детской поликлиники. Приходим для того, чтобы посмотреть нашу малышку. Но больше не для того, чтобы посмотреть малышку, а чтобы документы. Пока еще сложно привыкнуть, что у нас есть дочь, которую зовут Аня. Мы переоделись уже. Покушали. Что-то кряхтим. Наверное, опять пойдем переодеваться, да? Я думаю, воник. Так, что ж, ребят, я не успела... А, что я не успела? С вами продолваться. Не продолвала, потому что... Дочурка, наш трасс смелась. Мы пошли менять подвозники. Покупать. Ёпом подмивать. Потом кушали. Капризничали чуть-чуть. Ходили, бродили, носились и поспали. Что еще мы делали? Теперь я мажу бутерброд. Все никак не могу сделать заказ на эко-маркете. Уже, наверное, 2 часа пытаюсь это сделать. Чувствую себя вообще офигенно. Офигенно впервые за... Вот именно по состоянию, типа, знаете, как раньше. Ничего нигде не... Ну, не болит. Понятно, у меня, в принципе, и не болело особо. Но все равно все эти сокращения марки и так далее. А, еще я так и не докрасилась. И то, что у меня есть время на какие-то штучки-дрючки, тоже, конечно, класс. Хотя я не первый раз крашусь с момента, как родила. Третий раз. Хотя почти неделя прошла. Вот. Ну, понятное дело, что у меня не до макияжа было, не до съемок всяких. Мне кажется, сегодня я первый раз что-то приготовила, да? Омлет. На завтра. Когда мы приехали домой, после выписки с роддома, я, по-моему, задремала и проснулась я. Просто проснулась. Захотела встать, там, пойти в туалет, не знаю. И когда я встала, меня начало жутко трясти. Я вообще офигела. Ну, и проснулась я в каком-то ужасном таком состоянии, непонятном. Я побежала в ванну за халатом, потому что думала, что мне холодно. Надо скорее надеть халат. Не знаю даже, почему мне было так холодно. Ну, короче, прибегаю в ванну, надеваю халат, вижу в зеркало, что у меня синие губы. Хотя в комнате, ну, вообще, думаю, ну, понятно, не было настолько холодно, чтобы, типа, были синие губы. Оказалось, у меня давление. Давление что-то 160. Но у меня даже как-то было 170. И мне не было так плохо, как вот в тот день. Я вообще офигела. Я пришла к Славе. Он не спал, сидел за компьютером. Но это была не ночь. Это было такое, типа, около вечера. Просто я задремала. На самом деле, ничего хорошего вот в таких дремах. Все, днем я тоже поспала. И вот когда к нам пришли из детской, на этой поликлинике, у меня было тоже не очень хорошо. И это просто-таки от этих полудремов каких-то, быстрых снов. Ты видела, что у меня губы синие? Или я, блядная какая-то? Было синие губы? Короче, он офигел, испугался. Думал, что я хигел. А в роддоме заметил, что у меня что-то с давлением. Хотя оно было 130. Я говорю, да я себя нормально чувствую. Я просто вот, помните, поплакала тогда, потому что переживала и все такое. Вот. И, ну, видимо, из-за этого тоже. Ну, не, на самом деле, я не думаю, что из-за этого уж давление такое. Просто после родов организм в шоке. Плюс погода вообще просто, ну, вообще не вовремя такая дурацкая. А у нас и дожди, и, ну, короче, вот прям магнитный буря. И мне назначили лекарства разные пить. И там у нас есть такая пометочка, что в случае, если будет давление выше 140, специальную таблетку под язык рассасывать, и она, типа, сразу давление опускает. Но это такая, знаете, крайняя мера. Потому что, ну, блин, все равно я из-за этого тоже плакала. Уже здесь, будучи дома, плакала от того, что, ну, не хочется никаких таблеток пить. Понятно, потому что я кормлю грудью ребенка. Я не знаю, что там попадет, не попадет. То есть в любом случае волнение. Ну, и, понятное дело, коньки отбрасывать тоже не хочется. Потому что я должна кормить ребенка. Ну, короче, вы поняли. Вот, поэтому мое здоровье, оно тоже очень важно. Потому что от моего здоровья зависит также и здоровье нашей дочки. Сегодня мне уже неплохо. Ну, было такое состояние, вот как раз, когда к нам пришли из детской поликлиники, было такое вялое состояние такое. Прям, знаете, все, лицо как будто вниз опускается. Такое вот, ну, прям давление. Не очень кайфовое состояние. Вот. Потом я попила чай. Слава, мне какой-то чай магический заваривает. А что за зеленый чай, хоть? Твои какие-то? Если я расскажу, будет уже не магический чай. Будет уже известно, какой чай. Индивный. Вива сегодня была приунывшая вот такая. Я из-за этого тоже поплакала. Ну, не так, что, знаете, сижу прям, когда как сумасшедшая, просто загрустнула. Слезки у меня потекли, потому что мне очень не хочется, чтобы Вивиена чувствовала себя какой-то... Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Понятно, у меня нет там много сил, там, внимания сильно много Вивиене уделять, так как раньше. Хотя не сказать, что раньше я ее, знаете, постоянно на руках носила, как ребенка сейчас, понятное дело. Я ее глажу, как только могу, как у меня свободные руки. Пока даже кормлю, говорю, Иви, иди сюда, иди сюда. Ну, вот. Целую, глазки ей чище, чтобы она знала, что мама ее не бросила. Но все равно Вивочка, конечно, я думаю, переживает какой-то период, понятное дело, не самый легкий в ее жизни. И мне не хочется, чтобы она переживала, потому что она была сегодня такой приунывшей. И Слава пошел выкинуть мусор, потому что у нас мусор, конечно, кобед копит, ну, его много. Миллиард подгузников. Я, ну, мы постоянно их меняем. Не знаю, типа, хорошо, нет, но я думаю, что с какашками в трусах в подгузнике тоже лежать нехорошо. Ну, короче, очень редко, чтобы я протерла попку только салфеточкой, всегда обязательно подмываю. Удобно, конечно, то, что у нас раковина рядом с пеленальным столиком, поэтому можно удобно быстренько подмыть малышку. И, в принципе, не знаю, не могу сказать, что она у нас капризная. Посмотрим, конечно, как будет дальше. Ну, мне кажется, она просто ангелочек. Сижу, смотрю, как она спит. Слава тебе, господи. Кто-то, наверное, сейчас из вас подумает, что я радуюсь, что я не провожу время с ребенком, что она спит. Нет, я очень люблю наше совместное время. И даже Слава говорит, что, типа, слишком много она у меня там на грудях висит. Хотя считается, что вот эти первые три месяца жизни это четвертый триместр, ну, типа, триместр, как сказать, типа, донашивания вот этот. Четвертый триместр, он донашивание такой. И очень важно, чтобы малыш, ну, как бы, доносился, скажем так, на маминых руках, маминых объятиях, с маминой сисей. Вот. Ну, мне кажется, психологически это, конечно, ну, все равно лучше, чем если ребенка... Ну, просто я не могу. Она плачет, и я знаю, что ее успокоит, конечно же, сися. А еще видела сегодня в Телеграме такой комментарий, типа, надеюсь, вы свою дочь хоть по имени называете, а то постоянно малыш, там, ребенок, малышка, девочка наша. Понятное дело, что мы в интернете еще не рассказали, что мы дочь назвали Анной. И потом мы обязательно еще поговорим с вами, почему мы так назвали, сейчас чего мы так решили. И расскажем, какие варианты у нас были, как назвать дочь. И на самом деле мы ее называем Анной, Анечкой. Мне очень нравится именно Анна. Вот. Я считаю, что это хорошее, достойное имя. Я думаю, что оно ей подходит. А Слава вообще сказала то, что, типа, если совместить наши с ней имена, то получается Юлия и Анна. И я об этом вообще не думала, это он сегодня сказал. Я подумала, нифига себе, как романтично, реально. Юлия и Анна. Типа, Юля и Анна. Мать и дочь. Мы об этом вообще, ну, я об этом вообще не думала. То только сегодня Слава об этом сказала, реально. И я подумала, ничего себе. Ну, конечно, это такая просто игра слов, но пытаюсь вспомнить все, что нужно обсудить. Возможно, вы видите, что у меня здесь есть какие-то, типа, высыпания на груди. Они у меня начались еще под конец беременности. Не могу сказать, что они меня сильно напрягают. Но, конечно, ничего хорошего нет. Потому что у меня никогда здесь ничего не было. Обычно это только лица касалось. Ну, вот почему-то тоже здесь есть. Ну, просто периодически как-то, ну, я видела сообщение, типа, Юля, у тебя какие-то высыпания, что это такое, ля-ля-ля. Типа, обрати на это внимание в духе, ну, как будто бы я не вижу, да, не разглядываю себя. Вот. Поэтому, да, не знаю, что это. Понятное дело, что, ну, как бы мне сейчас не до того, чтобы разбираться, что там да как там. Но мне кажется, что как будто получше становится. Не знаю. В любом случае, посмотрим. Сейчас не хочу заморачиваться такими мелкими делами, потому что гормоны, не гормоны. Может, оно сейчас вообще все сойдет, и вообще непонятно, что там да как там будет дальше. Завтра будет неделя нашей дочке. Смотрите, какое фото мы сегодня сделали. Такое же солнышко. Лицо у меня, конечно, похудело, я это вижу по фотографиям. Но, понятное дело, завтра будет только неделя после родов. Ну, то есть, вообще рано о чем-то судить. Я уже вижу, что я такая, ну, типа, знаете, так непривычно видеть себя худой. Я понимаю, что я, может, сейчас не какая-то там худая, но для меня, ну, вы помните, какой я была беременной, ну, с отеками, все равно такой, нифига себе, не маленькой. Видеть себя вот такой без живота, все равно, ну, типа, блин, это так странно реально. Я понимаю, что я уже не помню, какой у меня был живот, и я уже так, ну, не то что скучаю. Конечно, мне больше нравится, что у меня теперь, ну, малыш на ручках, все, рядышком с нами, а не в животике, и непонятно как там. Вот это вот ожидание малыша, конечно, оно меня замучило. Вчера, 11 июля, я взвешивалась, и было 68,5 килограмм, итого минус 8 килограмм. Сегодня взвесилась уже 67,8, итого минус 8,7 килограмм. Ну, то есть, и отеки сходят, и худею, наверное. Вернее, посмотрим, что будет дальше, просто ради интереса вот эту вот динамику. Ну, я взвешиваюсь для того, чтобы посмотреть, сходят ли еще отеки именно по весам. Рожать я пошла 76,5. Это просто капец. Это капец, но по сути, то, что я за неделю, посмотрим еще завтра, сколько будет, чтобы прям точно не соврать, уже я сбросила, можно сказать, 9 килограмм. Так что, в целом, так как мне и обещали, но это с рудом, выйдешь минус. Я еще... Не, я в рудоме не знаю, сколько я весила, но в первый день, когда мы приехали домой, я уже взвесилась, и было минус 7,6, что ли. Ну, короче, можно сказать, что с рудома я вышла минус 7 килограмм точно. Вот, ну и постепенно сходят отеки, да, Вибич? Конечно, беспокоит живот, в том плане, что он такой, знаете, мягкий. Да вообще все, на самом деле, мягкое. Вот прям чувствуется, что вот, ну, не знаю, кожа, там еще такая, ну, прям, не знаю, вода, не вода. Ну, короче, такое вот прям состояние очень такое. Типа, я не знаю, как будто бы я была накачана как шар, а сейчас этот шар сдулся, и понятно, все такое немножко вот. Молоко мне пришло где-то на второй-третий день, то есть со второго на третий день. Во второй день у меня уже из молозива был переход в молоко, и я очень-очень рада. И врач тоже моя заходила, проверяла все и сказала, что вообще круто, что я прям такая молочная, ранняя девица. Сказала, что можно нельзя, два месяца половой покой, два месяца никаких физических вот этих всех дел, беречь себя, любить, кормить сиськой, постоянно прикладывать, прикладывать и прикладывать, прикладывать и прикладывать. С этим у нас проблем нет. Малышка спит, интересно, сколько уже. 22 минуты. Это круто. Мозор шевелился. Литон. Такая маленькая личинка. Ну вот, она плохо спала из-за погоды, все такое. Сейчас как будто бы погодка такая спокойная, может, поэтому она еще спит. Она сегодня хорошо спала. Она сегодня один раз спала три часа, потом как раз проснулась. Сейчас что-то кряхтит, но я пока не пойду. Если она проснулась, она стоит нехорошо. Полчаса, опять это на супер. Все равно худой быть прикольно. Я уже не забыла, каково это. По поводу покупочек с ВБ. Что мне пригодилось, что классное. Конечно, мы еще не всем успели попользоваться, не во все поиграться, потому что, ну, просто не было как-то времени. Но мне понравилось, как раз-таки с учетом того, что Анечка наша на ней висит много, мне понравилась подушка вот эта на руку, которая надевается. Я пробовала на себе застегнуть подушку для кормления, но я пробовала это сделать с ребенком на руках, поэтому у меня ничего не вышло. Не уверена, что она прям суперудобная, потому что она как будто бы все равно низко, мне нужно выше. По поводу диеты и беременности, мне все равно боязно как-то прям что-то кушать-кушать. Такое, знаете, все подряд, конечно, не ем, нужно, знаете, никаких чипсов, ну, вообще об этом даже речи быть не может, даже какие-то, может быть, продукты. Ну, хотя, не знаю, короче, в общем, стараюсь есть просто что-то такое. Типа простое, легкое, я пока не успела даже, знаете, что-то прям отведать таком. Капец, мне кажется, у меня такое худое лицо стало. У меня настроение просто офигенное. Я еще голову помыла, она у меня такая, теперь очень свежая была. Тория еще будет, девчонки, неделя прошла после родов. Мне было безумно, это тоже любопытно. Вообще, вы знаете, я такой любопытный у вас человечек. Вы, наверное, видели, что когда мы приехали домой, помимо того, что Слава украсил комнату шариками, также меня ждал подарок. Ну, я, конечно, вообще в шоке. Но я предполагала, что, скорее всего, он подарит что-то из таких вот бриллиантов, украшений таких, которые я люблю очень сильно. Но я, конечно, не думала, что это будут вот такие сережки, потому что это вообще девочки. Окей, это безумно красиво. Я их даже сейчас сфотографирую, потому что это просто вау. Я обожаю бриллианты. У меня мама с детства приучила, что... Ну, как это, лучшие друзья девушек это бриллианты, понятное дело. А еще я могу попробовать надеть кольца. Нет. Ну, не знаю, может быть, рано пока. В общем, хочу надеть эти сережки. Сейчас я их сфотографирую красиво. И померяю. Даже немножко странно, как будто бы они настолько шикарные, что для повседневной жизни, мне кажется, немножко перебор. Вот это мои. Ты Славу подарила. Красота. А еще видела комментарии о том, почему Слава на выписку приехал в каких-то шортах. Типа ха-ха-ха. Чего не мог нормально нарядиться. На самом деле это я виновата, потому что мы перед тем, как я родила, за сколько-то там дней поехали в торговый центр, гуляли и купили Славе классный льняной костюм прямо под мое платье. Чуть-чуть темнее. Ну, короче. И просто я его не положила в сумку. И забыла Славе сказать о том, что его надо взять, когда он сюда приезжал и здесь подготавливал красоту, чтобы нас встретить. Потому что Слава же с нами жил. Короче, суть в том, что это я виновата, что Слава был в шортах. Он, на самом деле, жутко из-за этого расстроился. Но я ему как бы сказала, типа, забей, постаралась его как-то подбодрить, что у нас ничего грандиозного не планируется. Очень все просто. Ну, как бы скромно, типа, с семьей. Без всяких там каких-то супер, знаете, репортажей для любви. Они, папарацци, куча друзей, гостей. Ну, как бы, да. И я очень рада, на самом деле, потому что выписка, это такое уже, знаете, когда ты уже и домой хочешь, и такое немножко уже, ну, не знаю. Хотя, конечно, у кого как. Вот, наверное, это весело проходит, как-то задорно, знаете, суперактивно, позитивно. Но вот у меня было такое состояние, что просто хочу домой. Но, может быть, еще потому что у меня и давление было, и я не высыпалась. Я думаю, что, конечно, еще какой-то процент мамочек оставляет малышей в специальных вот этих комнатах, где за малышами следят. И... Вау! Вот это я понимаю. Всегда мечтала, чтобы у меня были вот такие сережки именно с одним цельным камнем. Насколько вы знаете, я всегда хожу в одном и том же. И сережки всегда ношу одни и те же. Вообще не люблю их как-то снимать, все, что-то, ну, понятно, чистить надо, все дела. Да? Вот. И для меня самый лучший вариант, это чтобы были вот типа гвоздики такие, в которых будет удобно, ну, что хочешь сделать. И мыться, и спать. Вчера, кстати, со Славой у нас даже было минут 15. Ну, как сказать, не то, что было минут 15. Я уже хотела спать, поэтому мы только минут 15 посмотрели, но мы начали смотреть новый сериал. Я даже не думала, что вообще у нас сейчас будет какой-то силы, возможности смотреть сериал. Но вчера мы начали смотреть сериал, и это было так здорово, знаете, тоже. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я там несчастлива в роли мамы, я безумно счастлива. Просто вот этот день сурка, особенно в роддоме, он немножко меня вымотал. Я нашу дочку безумно люблю вообще, я ее люблю уже давно, разумеется. Но вымоталась немножко, потому что, конечно, когда так круто меняется твоя жизнь, ты только родил, у тебя гормоны, круто меняется жизнь, ты пока сам ничего не понимаешь, ты постоянно с ребенком, врачи к тебе постоянно приходят, что-то с тобой делают, что-то тебе говорят, еще у тебя было какое-то давление, малышку в этот бокс положили, я нервничала. Ну, то есть, знаете, столько всяких разных эмоций, и понервничала, ну, не один раз. Немного окунуться в такое вот спокойное какое-то состояние, знаете, когда ты просто как раньше лежишь, смотришь сериал с мужем. Не знаю, вот как сейчас я прям вообще не знаю, прям давление сегодня, я говорю, я поубиралась дома чуть-чуть, в ванной убралась, на кухне убралась, и у меня прям, я говорю, у меня вообще прилив сил, потому что я просто понимаю, что да, конечно, ну, вот как это, знаете, говорят, что мамой быть тоже нелегко, работа, можно сказать, как работа быть мамой, и это правда, потому что, как бы ты ни любил своего малыша, все равно это как минимум, постоянные переживания за него, переживания, почему он спит, почему он не спит. Вот я говорю, вчера я переживала, что наша дочка, она вчера очень плохо спала, она спала по полчаса, то есть она полчаса спит, потом мы с ней долго ходим, все секучкаемся, на сиськах висим, на сиськах спим, и это как бы ничего, это очень мило, классно и клево, но я-то переживаю, думаю, блин, она же нормально даже, ну, не может прижать поспать, ну, короче, потом она вырубилась аж на 4 часа, и тут я еще больше запереживала, думаю, господи, да что, я с ней постоянно подходила, проверяла вообще, дышит она или нет, ну, короче, знаете, вот эти вот, и ты постоянно, и ты только родил, еще даже недели нет, то есть, конечно, ну, я в шоке, можно сказать. Он даже не верит, что это мой малыш, да, мой малыш. Фокуса нет, света-то мало. Все равно у нас еще не ночи, нечего дрыхать в темноте. Вот эти вот сосочки от Филипс самые лучшие. Я видела, кстати, кто-то из девчонок писал в чат, что у них ребенок только такие сосочки взял. Вот у нас наша Анечка тоже только эти ест. Сосет они. У нас есть еще какие-то другие разные, но они все вообще не то. У них, причем, у всех разные сами вот эти вот сосалки. Вот, и только вот эти ей нравятся. Какие же милые малыши с сосочками. Просто, блин, сосочка это класс. Видите, она сейчас будет лежать? Сосочка. И, глядишь, еще уснет. Сейчас пока час только спит. Ну, сейчас, получается, не спит. Ну, глядишь, уснет. Как выгляжу после родов. Живот, конечно, есть. Ну, прям вообще есть. Вот, я уже не думала, что я выйду вообще без живота. Живот не очень симпатично выглядит. Я все еще ношу послеродовые трусы, хотя могла бы уже такое не носить, но они у меня есть. Я думаю, что, уж буду носить. Все, мы встретились с поедателем Сись. Ну, конечно, папа Сиси-то нет. Ребята, новый день. К нам приходила только что медсестра. Девочка такая молоденькая. Быстренько посмотрела все, аккуратненько. Нас, конечно, снова размладили. Ну, не нас со Славой, а малышку нашу. Ну, ничего. Вот, мы протестили этот гаджет. Покажи, что здесь все такое, типа, в сдержанных тонах. Такие красивые шарики. Здесь сегодня мы устроим с ними фотосессию. Так, ребят, ну что ж, я наконец-то готова закончить этот влог. Прошло довольно-таки много дней. Все руки у меня доходили, чтобы с вами попрощаться. И в этом видео я хотела сделать празмакоку. В общем, когда мы выписывались из нашего клинического госпиталя мать и дитя, MD-групп, который Айсти Капута, нам подарили вот такой рюкзак. И здесь какие-то подарки. Я не знаю, что, потому что я даже ни разу не смотрела. Здесь, значит, смесь. Так, вот такая вот классная, значит, бутылочка. Совмещать с грудным вскармливанием можно. Это супер. Потому что нам только такие бутылочки нужны. Я такая, признаете, только за ГВ. Я прям вообще никаких смесей, никаких докормов. Ой, вот это классный кремчик. Нам такой, кстати, давали в как раз-то клиническом нашем госпитале. Вот и ко мне на кутик. Так, здесь что такое? Нежное питание на основе козьего молока для комфортного пищеварения. Что это такое? Детское печенье. 6 месть плюс. Растворимое. Тут какой-то подарочек, видимо, для мамы. Так, здесь какие-то классные разные пробнички. От бренда Эрбориан. Такая вот сумочка. И там всякие разные пробнички. Би-би крем. Ну, короче, какие-то такие приятные мелочи, которые можно попробовать. Плюс вот такая вот интересная косметичка. Так. О, подгузники. Подгузники, как раз, которыми мы пользуемся. Представляете, кстати, вот я же про такие вам говорила, что, типа, их моя мама еще брала для моего брата Саши. Типа, классные, клевые. И многие тоже про них говорили. Они у нас дома как раз-таки и были заготовлены. И когда мы были в роддоме, там оказалось тоже такие подгузники. Представляете, такая вот красота. Так что у нас такие и дома, и в роддоме были. Очень классно и клево. Подгузники реально хорошие. Пару раз у нас протекали. Но я думаю, что из-за того, что мы что-то неправильно, может, нехорошо закрепили. Потому что так, это буквально было пару раз. А знаете, сколько уже подгузников мы поменяли? Знаете, сколько раз она уже в них написала? Там очень много. Так что могу сказать на своем опыте, что в целом все хорошо. Так, здесь даже омега-3 есть. Смотрите, витамины положили. Так, и вот тут еще какой-то тоже набор. И вот что у нас лежало еще в самом конце. Такое вот молочко. Тут мое молочко проснулось уже. Так что вот, я с вами прощаюсь. Пошла ребеночка своего кормить, поить, целовать. Подгузник менять. И мы сейчас собираемся пойти на прогулку. И я еще снимаю параллельно неделю блогов. Не знаю, сколько у меня это получится. Вот. Узнаете об этом в будущем. Вот. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Извините, что все так отрывками. Я думаю, что должны простить молодой мамочке. Ну что, все. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.